всем привет в ремонт принесли лобзик makita 4329 самая популярная модель лобзика не включается тут у нас два варианта либо поставить вилку сюда потому что это конец провода либо поменять кабель но для того чтобы его включить мы сейчас временно просто подключил старую милку и 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 из корпуса уже идет выработка давайте покажу вам на что нужно обратить внимание при ремонте такого лобзика первое это вот на целостность шатуна вот этого он здесь ходит вот по этим направляющим эти направляющие имеют свойство изнашиваться хоть на этом и кажется что она идеально целая но если мы возьмем к примеру новую новую то смотрите здесь люфтик и вот здесь меньше намного видите да вот этот как ходит и вот это почти не ходит далее вот это направляющие вот сюда здесь это нормально что здесь вот такой большой ход это сделано для режиме подпила вот с новым то же самое но здесь еще есть вот этот видите он вырезала клиент говорил что когда пилишь уводит то есть вверх-вниз ничего здесь вверх-вниз он ходит то есть вот это вот так уж ходит а это почти не ходит короче пилку уводит далее вот эта пружинка здесь изнашивается но она здесь в хорошем состоянии но бывает прям полностью стирается здесь то есть она прижимать как раз ползун в режим подпила ну и здесь смотрим здесь вот из-за того что не знаю изношена была нижняя втулка может раньше лобзик ремонтировался еще сильнее ушатывался здесь он видно что корпус покоцаны как раз штоком сам ролик нормальный но здесь вот смазку надо короче промыть это все сейчас сниму посмотрю ротор состояние подшипников щетки в принципе еще проходят можно их не трогать продумь помоем и сюда ролик не показал и вот видите ролик как изношен вот для сравнения какой новый почему изнашивается ролик кстати если вы сдадите вот с таким роликом если вы принесете с таким роликом по гарантии то скорее всего это будет не гарантия потому что есть в журнале по гарантийным случаям указано что ролик изнашивается от чрезмерного давления на инструмент купилку то есть когда вы пилите не надо давить до усеру если она не пилит то скорее всего либо полотно вас тупое надо поменять либо материал слишком тяжелый то есть лобзик должен пилить сам минимальное давление здесь у нас все нормально шестерня конечно под изношена но еще в хорошем состоянии подшипники на роторе вообще вы делали корпус подшипника тоже хороший на корпусе подшипника кстати вот эти вот бывают изношены если неправильно установлен и не забывайте не теряйте точнее вот эту шпонку который стоит вот здесь многие забывают ее поставить обратно но корпус виден он под изношен но это как бы не повлияет сильно на работу вот примерно так выглядит помытый корпус вот здесь видно износ плавилось то есть херачили им что ж пластмасса плавилась ну короче собираем обратно запрессовываем корпус подшипника на место вот здесь нам надо смолочки вот так вот 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и в конце поставил вилку... Не стал ставить новый кабель... Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!